Как птички поют, природа просыпается, и я сегодня, угадайте, где? В дудудках! Вот она я! Всем привет! Меня зовут Ева Бьюти, и сегодня я наконец-то отдыхаю в дудудках. Это у нас в Беларуси такой комплекс, посвящённый Беларуси, её истории. Здесь можно отдохнуть, посмотреть много интересных мест, также можно посетить баню. И теперь я хочу провести такой вот экскурс или экскурсию по дудудкам в подробностях. Практически все места показать такие злачные. И хочу ещё поблагодарить вас, дорогие подписчики. У вас уже больше 500. Я безумно вам благодарна, что вы остаётесь со мной, и вас становится больше. Ведь именно благодаря вам, вашим комментариям, мой канал существует, и у меня появляется вдохновение снимать больше и больше. Извините, что я сейчас без макияжа, так как снимаю вводную часть уже в конце праздника. Сейчас вы увидите меня более красивую, более презентативную. Я давно уже мечтала снять видео о дудудках, ведь дудудки это неотъемлемая часть Беларуси. Вообще, все, кто посещает Беларусь в первый раз, дудудки нужно всё там отведать, лакомство посмотреть, всё. Вообще, дудудки это музейный комплекс старинных народных ремёсел и технологий. И вот такой пейзаж встречает нас. Мы уже с сыном захотели прокатиться на качелях. И, конечно же, природа очень красивая. Начало весны, я обожаю этот период. И вот такие вот билетики. Стоит билетик, сейчас человек заглянул, 35 рублей на 4-х человек. То есть муж, жена, один ребёнок, школьник и один дошкольник. И вот решила я тоже прокатиться на этих качелях. Наверное, ещё нужно повязать ленточки. Не знаю, наверное, загадать желание. Я вот этих вот не знаю традиций. И вот сын меня снимает. Вообще, мы сюда попали на Пасху. 24 апреля нас пригласили на день рождения. Есть такие люди счастливые, кто родился на Пасху. Так получилось в этом году. И вот так вот здесь красиво. Посмотрите, сказки Пушкина. Кот, мудрый кот. Сундук. Всё тут есть. Очень зачаровывает. И детям здесь понравится, и взрослым. Конечно же, дети хотят полазить по деревьям. Здесь, на мой взгляд, это не запрещено. Напишите, может быть, это запрещено. Мы нарушаем правила. В следующий раз мы здесь лазить не будем. Но решили вот на пони этого прекрасного дерева сфотографироваться. И сейчас мы пойдём и будем посещать все достопримечательности этой усадьбы. Да, дудудки так и называют усадьбой. И вот для начала такой вот здесь музейный экспонат, печки. Здесь не подписано, что здесь делается. Может быть, здесь какой-то стол заказов. И, конечно же, так и просится зайти в бар Шинок. Я в этом баре уже второй раз. И я рада, что он открылся, потому что я когда-то была на свадьбе в дудудках. И мне запомнили здесь белорусские лакомства. Вы увидите. Вот цены на, я так понимаю, самогон и разные напитки спиртные. Также здесь обязательно нужно угоститься салом, с прослойкой, без прослойки. Можно отведать и колбаски. Все здесь украшено в этом баре Шинок вот такими вот экспонатами из соломки. У меня сын увлекается соломоплетением. И он все знает, как это можно сделать. И вот цены на самогон. Здесь очень хороший самогон. Я хоть с ней любитель, но даже я гурман вообще. И мне очень нравится этот самогон. Цены приемлемые. Можно купить. И вот такие здесь украшения из соломы. Они меня, конечно, так вот воодушевляют. Я как-то успокаиваюсь, когда трогаю, смотрю на солому. Очень люблю. А как же эти делаются? Интересно, поделки. Это экзотический вид, конечно. И, конечно же, мы заказали вот эту вот клюквенную настойку. Хлеб, мед, огурцы соленые и сало. Всем обязательно нужно это попробовать. Это незабываемо. Я всегда, когда приезжаю в Дудутке, всегда об этом вспоминаю. Раньше вот здесь хлебом с огурцами и самогоном угощали именно в этом месте. Или если тут свадьбы проходят, то здесь угощают гостей этими лакомствами. Да, лакомствами. И вот здесь можно посмотреть самогонный аппарат. Все вот как было раньше. Я решила присесть на дерево, немножечко попозировать, предстать в нормальном виде перед вами. И здесь все называется вот элемент усадьбы Дудутки, бровар. То есть здесь делают самогон. Как я понимаю, нам тут долго объясняли, что тут делают. Также давайте пройдемся и посмотрим. Также я это слово уже потребила несколько раз. Здесь есть зоосад. Можно покормить гусей, куриц, петухов. И даже посмотрите. Павлин. Павлин. И это будет не первый павлин в этом видео. Наверное, сейчас какой-то брачный сезон. И, конечно же, теперь мы заходим в сыроварню. Но она закрыта. Дегустацию сыра перенесли в хлебопекарню. Там мы побудем. Но ничего страшного. Сведения о сыроварне можно почитать. И вот он. Обычный павлин. Конечно, смешно его называть обычным. Он очень красивый. Конечно, самец, если так можно называть, мужского рода. Павлин красив, а рядом ходят самочки или павлины женского рода, но красив. Редко я вижу такого красивого павлина с таким хвостом. Вот стоим, любуемся, гипнотизируемся или медитируем. Просто какой-то восторг. Также сюда тоже прекрасно посмотреть. Виды потрясающие. И сечкарня у меня, у бабушки, у дедушки была сечкарня. Не деревянная, а железная. Здесь разные виды представлены. И вот в этом комплексе уже другие элементы усадьбы представлены. Их здесь много. Можно ознакомиться полностью с культурой Беларуси. И вот хлебопекарня. Дегустация. Мы по своим билетикам, которые я вам показала, можем здесь подегустировать хлеб, масло свежее и сыр. Они тут тоже необычайно вкусные. Мой вздох это передает. Вот домашнее масло, хлебушек и сыр. Все очень вкусно. У меня сын ради этого сюда приезжает в Дудутки. И вот мы сидим, позируем. Раньше была такая передача. Деревня Дураков это сыну напомнила. Это бутылка. Это все экспонаты музейные. Мы просто взяли пофоткаться. Сами едим хлеб и сыр. А все остальное у нас впереди. Так как мы будем праздновать день рождения в бане. И вот, пожалуйста, здесь уже свечки делают. То есть свечная, если я правильно называю. Вот такой вот прикольный вход. Если пчела мокрая, дождь. Если пчела сухая, нет дождя. Разные тут такие вот прымалки. По-белорусски, если говорить. Пословицы. Про пчел. Очень рядом красиво все украшено. Так и хочется зайти. Вот такой вот череп нас встречает. Свечи разных форм. И здесь есть даже свечной заводик, который вы сейчас увидите. Мини заводик. Вот такие светящие. Сейчас я бы сказала даже, что модно покупать. Они очень вкусно пахнут. И вообще в этом, на свечном заводике очень вкусно пахнут. Вот виды пчел разных. Тут, наверное, даже проводят. Можно заказать экскурсию. Послушать историю. Или как разводят пчел. Откуда что идет. У нас вообще очень много кто занимался в Беларуси бортничеством. Это такое занятие у нас. То есть гончарство, бортничество. Люди занимались этим делом. Свои мастера. И вот он свечной заводик. Вы видите все механизмы. А это уже такие музейные экспонаты авторетро. То есть ретро-машины разных цветов. Тоже этот музей, мини-музей ретро-машин существует уже здесь давно. Но он маленький по сравнению с другими музеями в Беларуси. Так как мы часто куда-то едем. Загляните в мой плейлист путешествия по Беларуси. То в других местах можно встретить побольше ретро-машин. Кто этим увлекается. Я этим не сильно увлекаюсь. Но посмотреть интересно. Теперь заходим у майстерню ткацтва. То есть мастерская ткачества. Все расписано, что здесь нас ждет. И вот пожалуйста. Все, что связано с ткачеством. Вся история с детьми. Сюда очень полезно заезжать. Они здесь очень подробно узнают. Историю ремесел белорусских. А так как культура Беларуси, России очень взаимосвязана. То очень полезно это все для школьников. И вот разные здесь изделия. Товары из Алина. Также магнитики. Мы тоже купили магнитики с нашей белорусской вышиванкой. Вот такие вот домовята. Хатники, на мой взгляд, их называют. Не помню. И вот. То есть они охраняют от духов. И тоже можно посмотреть и куколки здесь разные. У меня есть подписчица. Вот она делает похожие куклы. Может быть она здесь как-то сотрудничает. Не знаю. Отпишитесь, напишите. Буду ждать в комментариях. А это мы зашли также в майстерню соломка плетения. У меня сын два года увлекался этим делом. Сделал очень красивые изделия из соломы. Здесь вот такое разнообразие. Можно поискать вдохновение. Что-то прикупить. Я обожаю изделия из соломки. Но так как я являюсь обладательницей уже достаточно большой коллекции сына, то только посмотрю. Вот даже обруч у меня есть. И вот эти вот подвесные разные изделия, которые тоже от духов охраняют. Тоже сын делал мне в подарок. Очень красиво, конечно. Здесь вы сейчас увидите такие скульптуры, которые просто ошеломляют. Вот он, конь. Хочется назвать его троянским, но это наш белорусский конь из соломки. И также цветы. Кажется, что они очень сложно делаются. У меня есть где-то 3 или 5 цветков от сына. И вот колоски здесь стоят. И разные тоже изделия связаны с белорусской культурой. Особенно, конечно, впечатляет вот этот вот то ли водяной, то ли домовой. Вот крыса на шапочке или мышка. Он такой, такой завораживающий, такой самобытный. Теперь заходим в мастерню гончарства. Я так путаюсь, говорю и на белорусском, и на русском. Тросянка это называется. И вот здесь тоже большое количество разных изделий. Беларусь очень славится своими изделиями из глины. Особенно меня все спрашивают про черные эти изделия, темные, то есть из обожженной глины. И вот такие здесь представлены на продажу изделия. Ну тут красиво. Красная обработка. Это такая традиционная белорусская обработка. Давайте я вам скажу, называется обводная керамика. Как получаем, раскалю. Несколько раз окунаем, кислый раствор с мукой. Мука забивает порыж, чтобы изделие не пропускало влагу. И рисует вот такой рисунок. Заметьте, рисунок не повторяется. Одинаково не бывает, как рисует сама природа. Смысок кружечек одинаково. Похоже, но с теми не менее он не похож. И вот, пожалуйста, можно купить экземпляры вот этого эксклюзива, которые не повторяются по словам мастера. И особенно меня очаровали вот эти фигурки. Я поинтересовалась, скульптора зовут Ткачев. И вот я даже купила одну из них. Угадайте, какую? И вот это меня тоже так вот удивляет. У нас тоже есть такой мужчина, только от других мастеров, купленных где-то лет 15 назад. А то уже давно у нас так продаются такие прикольные фигурки. Почему нет? Пошутить, подарить. Я люблю такие прикольные штуки. Вот красивая очень керамика, сочетание коричневого с голубым. Все как положено, как любят. Вот и такая вазочка есть. То есть на любой вкус. Особенно мне нравится эта рыба. Сразу вспоминаю фильм «Трое в лодке, не читая собаки». Или это произведение смешное. Я его читала, там рыба висела. И она потом свалилась. И также вот эта керамика впечатляет. Вот в Литве похожая есть керамика. И вот такие даже есть картинки. Ой, люблю я наших гончаров, наших мастеров. Какая-то медитация опять залипла возле этих фигурок и возле этого кота. Давайте помедитируем, послушаем. Это свисточки, тоже можно купить в продаже. Такой ежик прикольный. А это кузница. Тоже продолжим медитировать и насаждаться. Кто как хочет. А ты со своим не дождаться. Чего можно это возьмем? Сюда. Отлично. А теперь посмотрим ассортимент, представленный в кузнице. Я раньше сюда так вот не заходила. В основном смотрела, как работает кузнец. Но в этот раз я восхитилась, как у них обновился ассортимент. Здесь очень много интересных изделий. Вот именные монетки мы даже одну купили. Очень качественные, хорошие. Рекомендую к покупке. Также подковы многие покупают. Разные вот эти вот розы кованые. Обожаю. Я просто млею от этих роз. Уже давно хочу. Стоит, кстати, одна роза кованая 100 рублей. А это я приветствую вас. Давайте дальше пойдем попутешествуем по дудуткам. Также у кого маленькие дети, здесь есть вот такая вот детская площадка. Или детячая пляцовка по-белорусскому, если говорить. И вот здесь дети очень любят гулять. Все в дереве. И рядом находится вот майстерня деревообработки. Она впечатляет. Нас сейчас встретят дудой. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А как он называется? Ну да, ну так вот. И все думают, что они создали. На самом деле нет, греки. Но говорят, вообще странно. Откуда это очень сложный инструмент для таблиния. И говорят, может сказать, не будем сянуть. Потому что откуда, какой уровень их знаний был, это небольшой вопрос. А? Но физически с ним там туда не просят. Ну то есть, ты права, если я на дударскую вечеринку прихожу, и к жене меняют друг друга. Сложно играть долго. Потому что спустя на поджимание. Получит уголок. Если прямо деревянная кормит, положит. Решили подкрепиться. Может, давай попросим? Постучите. А пряня дома? А он выйдет. И вот он взбитень и пряник с клюквой. Невозможно выйти без покупок. Это мой сын, типа фараон. И теперь мы отправляемся на мельницу. К ней нужно подъехать. Некоторые начинают посещение дудудок именно с этой мельницы. Но мы решили завершить обход всех мастерских именно этой мельницей. Здесь очень хорошо придумали, что можно зайти внутрь и зайти, то есть подняться на второй этаж и рассмотреть устройство этой мельницы. Это тоже нравится безумно и родителям, и детям, и парочкам влюбленным. Особенно меня удивляет этот мешок с крысой. Завораживает. Случайно его увидела. И вот такая вот утварь. Рядом с мельницей можно найти остатки той мельницы, которая была до нее. И рядом еще находится такой гостевой домик, где можно познакомиться с тем, как жили белорусы. Вот колыска. Если ее потрогать, то вас ждет очередной ребенок или первенец. И вот такая вот еда даже выставлена. Хлеб, капуста, лук, чем питались белорусы. И теперь мы также подъехали. Рядом можно заказать домик с баней и отпраздновать с гостями посещение дудуток и день рождения. Нас пригласили на день рождения. Вот такое вот колоритное. Можно после бани, после сауны окунуться в птичь. Птичь это моя любимая река. Она очень красивая. Она связана с моим детством. Потому что я рядом здесь жила до 7 лет. То есть каждый год я мылась в птичьи. И вот мы, то есть нас неожиданно так вот пригласили в праздник Пасхи в баньку. Вот она. Здесь все хорошо оборудовано, чистенько, аккуратненько. Все есть. И туалет, и душ, и выход из сауны. И застолье можно устроить. А это я решила окунуться. Окунулись почти все, кроме меня и некоторых детей. Я только потрогала, помочила ножки. Но если бы я немножко лучше подкрепилась, я бы окунулась. И на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Обязательно к посещению дудутки. Всех вас буду рада видеть в комментариях. Пока-пока.